МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкиной. И сегодня в выпуске. От Амазонии до Чувашии какие перспективы у туристического кластера? Открыт Париж, но мне туда не надо. Куда могут полететь жители Чувашии? Суженый-ряженый, как правильно гадать, на святочной неделе? 16 января глава Чувашии Михаил Игнатьев обратится к Государственному Совету Республики с посланием. Этот документ составляется ежегодно и определяет основные направления развития точки приложения усилий. В течение недели в программе Республика вспомним, как реализовывалось послание 2017. В каждом послании свои цели и задачи, актуальные для определенного хронологического периода. Единственное, что остается неизменным, все усилия в первую очередь должны быть направлены на благо жителей Чувашии, повышение качества их жизни. Продолжилось строительство ФАПов. К концу прошлого года их стало уже 152 по всей республике. Новогодний подарок получили жители деревни Большие Карачужи Чебоксарского района. За день здесь могут принимать более 40 человек. Я обслуживаю и взрослые детское население. Приходят с различными заболеваниями, с различными травмами. Со всеми, получается, все патологии могут подойти. Приходится и детям ездить, и маленьким детям. И, ну, считайте, мы выполняем все функции. Там и прививки взрослым, и детскому населению. И, считайте, патронаж на дому активно. Там и диспансерных больных. Ну, практически всю ту работу, которую должен выполнять врач. В республике поэтапно продолжают расширять систему качественной медицинской помощи. В этом году открылась новая поликлиника в микрорайоне Новый Город. Именно она упоминалась в послании 2017. В онкодиспансере появилась генетическая лаборатория. А в Канаше заработал центр гемодиализа. Мы сегодня говорим о том, что обеспечиваем шаговую доступность оказания медицинской помощью с сохранением качества оказания. Через день они должны приходить, проходить эту процедуру. То есть мы продлеваем жизнь для наших пациентов, готовим пересадки органов. В 2019 году будет введена в эксплуатацию инновационная многопрофильная поликлиника центральной городской больницы Чебоксар. Строительство уже началось. В сфере медицины эффективно проводится и кадровая политика. Только благодаря программе «Земский доктор» в сельских больницах работают более 50 молодых специалистов. Несмотря на завершение федеральной государственной программы, строительство дошкольных учреждений в рамках проекта «Детские сады-дети» в Чувашии продолжилось, как и было обозначено в послании. В 2017-м в Чебоксарах появились 4 новых детских сада, в том числе и в Альгешево. Старшего сына я возила в центр города, в Ново-Южный район. Среднего сына тоже туда возила. Но, наконец-то, нам повезло. Третий ребенок у меня пойдет в этот новый садик. Садик, конечно, очень красивый, шикарный. 12 групп с евроремонтом и новыми игрушками, медицинские пищевые блоки, бассейн, залы для музыкальных и спортивных занятий, компьютерный класс. Садик построен почти за год. За ходом строительства был особый контроль. Впервые после многолетнего перерыва в столице Чувашии распахнула двери и новая школа, в микрорайоне Гладково. В ней обучаются около тысячи ребят. Одно из поручений послания 2017 – развитие мотивационной среды для педагогических коллективов и лучших учителей. Результат этой работы – сразу 16 школ Чувашии вошли в топ лучших российских школ по разным параметрам. А учителя-педагоги, подготовившие победителей различных олимпиад, получили грантовую поддержку для главы республики. Сегодня глава республики Михаил Игнатьев встретился с участниками детского хора России. Напомним, в конце декабря в государственном Кремлевском дворце состоялся концерт «Димняя сказка», в котором участвовали более 600 человек, в том числе и 10 ребят из Чувашии. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вот так оригинально поприветствовали участники хора «Главы республики». Петься капелла у этих ребят получается на все 100. В этом недавно убедилась вся страна. Юлия Чепрасова – воспитанница Чебоксарской музыкальной школы имени Лукина и участница хора «Соловушки» выступила в роли солистки. Эмоции – это их прям не передать словами. Это прям ты стоишь, и у тебя дыхание захватывает. Я стою, у меня онемели руки. Я не чувствую рук, потому что я понимаю, что за мной такая сила, такая мощь. Когда ты поешь в большом хоре, ты поешь как будто бы в космосе. Звук тянется, льется, и ты понимаешь, что быть частичкой этого хора – это большая ответственность и гордость берет за себя. Михаил Игнатьев подчеркнул эти ребята яркий пример для подражания. Это практически золотая страница в вашей жизни, в вашем родословии. Поэтому низкий балкон родителям, бабушкам, дедушкам, учителям, тем, которые в школе с вами работают, или тем, кто дает вам дополнительное профессиональное образование. На встрече поговорили о перспективах развития музыкального образования. Например, в этом учебном году детей в музыкальных школах республики стало больше, в частности, в хоровых классах. У нас котируется дополнительное образование. Мы, в принципе, на уровне Российской Федерации, в двадцатке лучших по всем параметрам. У нас входит в рейтинге 50 лучших организаций и учреждений топ-образования по всей Российской Федерации и учреждения города Чебоксара, и наночебоксарска, и даже комсомольская школа искусства. Работать в этом направлении в республике планируют и дальше. А участие в выступлениях такого уровня – отличная мотивация. Кстати, жители Чувашии смогут снова услышать уже полюбившиеся детские голоса. В этом году планируется выступление сводного хора в Чебоксарах. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Чебоксары вошли в топ самых недорогих городов, популярных для новогодних путешествий. И лидеры Фабирали – пользователи федерального сервиса бронирования отелей. Развитие внутреннего и въездного туризма для республики – приоритетная задача. О реализации перспективных проектов говорили сегодня в Доме правительства. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Даже на стадии строительства кластер «Этническая Чувашия» привлекает туристов из других регионов. В рамках этого проекта в столице республики уже возвели гостиницу и отели. Сейчас продолжается благоустройство этноэкологической деревни и комплекса «Амазония». И в этой масштабной работе не может быть мелочей. Строительство автомобильных стоянок, подъезды, туробъекты, подъемники для малобильных граждан, этнокомплекс «Амазония» из небюджетных источников на строительство объектов планируется проявлять не менее 500 миллионов рублей. В 2018 году из федерального бюджета, республиканскому бюджету Чувашской республики планируется предоставить субсидии размере 200 миллионов рублей. Софинансированный консолидированный бюджет Чувашской республики составит где-то 48 миллионов рублей. Инженерные сети уже подведены. В ближайшее время их необходимо передать на баланс эксплуатирующих организаций. В республиканской Минкультуре отмечают, что эта работа идет по плану. Зарегистрированы в госсобственность электроснабжения «Амазония», водоснабжения «Амазония», поданы заявки в Росреестр на регистрацию водоотведения «Амазония». Все выявленные, высказанные в наш адрес замечания устранены. Они касались по оформлению договоров на земельные участки с собственниками этих земельных участков. Слабое звено проекта – инвесторы. В правительстве республики опасаются, что свои обязательства предприниматели выполнят не в полном объеме. Вплоть до декабря были к нам вопросы по объему средств, которые вкладывает инвестор в рамках соглашения по тем обязательствам. Пришли к тому, что для Ростуризма мы делаем оценки объектов, так же, как по Ибису, по всем остальным. Плюс мы выходим... Когда это будет сделано? Срок же до 19 января. Я вот прошу внести личную ответственность инвестора, потому что, честно говоря, это издевательство. Я еще раз говорю, если нас будут взыскать, мы будем взыскивать с вас эти средства. Закроем мы или не закроем мы? Есть у вас сейчас эти все документы? Начато ведется. Начато. Она должна быть завершена, наверное, уже. Привлекательным местом для туристов должна стать и Московская набережная. В администрации столицы отмечают, что ее реконструкция продолжается без сбоев. Общий объем финансирования составляет 226 миллионов рублей. Завершены основные работы по строительству технического проезда. Фактически работы завершены. Единственное, не уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия. Установлены опоры наружного освещения и блочная трансформаторная подстанция. Второй этап реконструкции набережной планируют завершить летом, накануне Дня города. Третий до конца этого года. Дальнейшие перспективы проекта зависят от того, будет ли продлено действие федеральной программы развития туризма. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. С сегодняшнего дня возобновились авиарейсы между Чебоксарами и Уфой. Первых пассажиров встречала и провожала наша съемочная группа. Анастасия Николаевна уже через два часа будет дома в Уфе. Раньше дорога из Чебоксара занимала значительно больше времени. Я сама оттуда. Дочка вот здесь. Внучки, правнучки здесь живут в Чебоксарах. А я приезжала в гости на Рождество. Ну, самолеты, во-первых, быстро долетишь. То на автобусе-то надо 12-17 часов ехать до Уфы. Автобус или автомобиль. Других вариантов просто не было. Поезда между городами напрямую не ходят. С 10 января по понедельникам, средам и пятницам между столицами будет курсировать 17-местный самолет Л-410. Первым же рейсом в Чебоксаре прилетели семь пассажиров. Я хотела сначала долететь до Казани и потом уже до Чебоксар. Когда я узнала, что есть прямой перелет, конечно, мне это больше понравилось. Нину Александровну ждут в Чебоксарах в федеральном центре ортопедии и травматологии на операцию. Расположение крупных медицинских центров федерального значения в обоих столицах – одна из причин востребованности направления Уфа-Чебоксара. Данные полеты стали возможны благодаря поддержке федерального правительства, регионального правительства, так как часть расходов субсидируется из этих видов бюджета. Я предполагаю, что география межрегиональных перевозок у нас будет увеличиваться. Что касается популярных курортных направлений, в аэропорту, обещают, из Чебоксара можно будет улететь в Турцию, Сочи и Симферополь. Сейчас составляется расписание. Как ощущения, когда на таком самолете летите? Как на маршрутке. Только с крыльями. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин. Республика. От Аллатры до Новочебоксарска завершилось новогоднее путешествие по Чувашии. Местные жители и гости из Татарстана, Мариэллы и Ульяновской области путешествовали по республике по специально разработанному маршруту. Пять точек маршрута, пять отдельных продуманных программ. Аллатр показал Свято-Троицкий монастырь. В Маргаушском районе коледовали и гуляли на Чувашском празднике Сурхури. В Мариинском посаде туристы любовались висячим мостом. Пускались в новогодний круиз без виз по Новочебоксарску. Конечный пункт назначения – резиденция Деда Мороза в Чебоксарах. В каждой точке маршрута гостям ставили печати на карте туриста, которую они заранее получили в туристическом центре. Там же после путешествия полностью заполненную карту со всеми отметками меняют на пригласительные билеты в один из музеев Чувашия. А самые удачливые на сутки отправятся отдыхать на туристическую базу Янтиковского района. Розыгрыш суперприза проведут после регистрации всех заполненных карт. Отметим, что более 4 тысяч человек приняли участие в проекте в этом году, что почти в два раза больше, чем в 2017 и 2016. Творец мелодий. В Национальной библиотеке Чувашия состоялась презентация книги «Композитор Александр Васильев», посвященная 70-летию музыканта. Стремительная, задумчивая, шутливая, серьезная. В репертуаре камерного оркестра Чувашской филармонии эта композиция занимает особое место. Токмак – деревня Большое Буянова. Музыкальная миниатюра, которая лучше всего воплощает в себе Чувашскую национальную идею. Александр Георгиевич Васильев из плеяды выдающихся композиторов Чувашии. Еще будучи студентом Гнесинки, он сочинил множество музыкальных произведений, среди которых опера Иван Яковлев. Поклон великим душам – опера-молитва. Так описал эту оперу сам автор. Он великий композитор, поскольку смог открыть какие-то новые пути в искусстве, новые приемы в изображении национального, в воплощении его. Он хотел найти духовную опору в жизни, в творчестве искал этого. И вот в разные периоды жизни это было обращение и к разным религиям, и к разным поэтам. Ну вот этим, наверное, он привлекает. Любовь Бушуева изучает творчество композитора уже 30 лет, а книга – своеобразный итог. В ней анализируется художественное наследие музыканта, и опубликованные статьи, ранее изданные материалы, отзывы коллег и выступления самого Александра Георгиевича. Все это собиралось в течение одного года. Александр Васильев – это целая эпоха в чувашской культуре. И окунуться в нее можно, открыв эту книгу. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. С сочельника до крещения на Руси всегда гадали. В основном занимались этим незамужние девушки, пытаясь узнать дату свадьбы или имя будущего жениха. Очень популярными были святочные гадания на исполнение желания, богатства, судьбу. И полученные именно в это время предсказания считались самыми точными. Мы с коллегами тоже решили заглянуть в будущее. Давайте посмотрим, что меня ждет в этом, в 2018 году. Ты? Ох, это был ей ключ. Время святок всегда считалось каким-то магическим. Этому есть объяснение. Во-первых, праздники раньше приходились на момент зимнего солнцестояния и воспринимались как пограничный период. А во-вторых, существовало поверье о том, что в первый день святок приходят с того света на землю души умерших и остаются с Рождества до крещения. Кроме этого, по земле разгуливает нечистая сила. Различные кикиморы, банники, лешие, черти. А раз они доступны для контакта, значит, можно узнать у них правду о будущем. Если раньше это был языческий обряд, то сегодня гадания больше напоминают игру. Куда причалит мой кораблик в 2018 году? Ух ты, хорошо. Что мы нагадали, пока не расскажем. Чтобы не сглазить. А когда предсказания сбудутся, поделимся радостными новостями. Выпали на нашу девичью долю и ключи, и сердечки, и кольца обручальные, и карьерный рост с путешествиями. Расчитание Роевской раньше всех замуж. Горит. Два кольца, да? Времена меняются, и гадания тоже не стоят на месте. Теперь современным девушкам не обязательно зажигать свечи и пытаться увидеть свою судьбу в зеркале. Достаточно задать вопрос Алисе. Так называется популярное приложение «Яндекс.Голосовым помощником». Загадывайте номер страницы от 1 до 233. 185. А теперь назовите номер строки от 1 до 20. 13. Книга говорит, никакой человек в мире не родится готовым. Верить или не верить в гадания, каждый решает сам. А у моих коллег практически все прошлогодние предсказания сбылись. Лиза, как и хотела, вышла замуж, а у Нади в 2017-м в гадании на воске вышла вот такая фигурка. Слушайте, веревки какие-то у меня. И у этого предсказания тоже счастливое завершение. Так что верить или не верить, решайте сами. Но все хорошие предсказания сбываются совершенно точно. Мы проверяли. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь и желаю исполнения всех желаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова